Владельцам дальневосточных гектаров пришло время отчитываться о проделанной работе на своих участках. По истечении трех лет с момента оформления они обязаны предоставить декларацию, в которой будет указано, как сегодня используется земля. Если же документы не подать вовремя, то грозит проверкой штраф. Репортаж Анастасии Привецкой. Хабаровчанка Анастасия Сотникова заполняет декларацию. С чистой совестью может отчитаться, что бесплатная земля не простаивает. Три года назад в селе Зоевка она оформила дальневосточный гектар для животноводства. Молочным бизнесом Анастасия занималась еще до начала программы в 2015 году. Поэтому как использовать полученный участок долго не думала. Сейчас на 10 семейных гектарах пасутся коровы. Мы ждали этого времени. Вообще программа очень хорошая в этом отношении для тех, кто хочет. Потому что мы столкнулись с тем, что мы приехали в 2012 году в деревню. Мы весной в феврале купили дом. И мы начали сразу заниматься тем, что пытаться взять в аренду землю. Однако оформить землю под желаемую деятельность удалось не всем. В селе Свечино 300 гектаров оказались в зоне постоянного затопления. Поэтому строить здесь турбазы, кафе и создавать подсобные хозяйства, как планировали владельцы гектаров, теперь нельзя. В такой ситуации оказались 250 человек. Им администрация Хабаровского района должна предложить новые идеи для освоения. В январе по этому вопросу соберут комиссию. Но отчитаться о том, что сделано на бесплатной земле, придется в любом случае. Чем занимаемся? Кто-то огородил участок, кто-то подвел электричество, кто-то расчистил древесно-кустарниковую растительность. То есть это все именно посмотреть, не чтобы наказать людей, не чтобы забрать участок. Посмотреть, как идет освоение, чего не хватает. Может быть, разработать какие-то новые меры поддержки. До конца этого года декларации обязаны предоставить 62 владельца гектаров Амурского района, где землю раздавали в первую очередь. Отчет можно сдать в районную администрацию или МФЦ. Если не сделать это в указанные сроки, придется заплатить штраф. А если в течение пяти лет не освоить участок, его придется вернуть государству.